Всем привет! С возвращением в гараж. Как вы знаете, ранее я приобрел пуст Косфорд, который полировал. Но теперь, чтобы было инсталлировать машину, я уперся в проблему, в небольшую проблему. Как вы знаете, ранее я устанавливал крышки алюминиевые. Это крышки SpyFundra, либо QX40. Так вот, в связи с тем, что я их установил, картерные газы были изменены. То есть подача картерных газов была сделана немного иначе. И теперь столкнулся с тем, что вкус Косфорд упирается в эти части. То есть никак теперь вот не установить. Делаем по старинке. Возвращаем родные крышки. Теперь переделываем снова картерные газы. Один шланг мы уже переделали. Это Ан-10. Сделали под 45 градусов оба фитинга. Теперь нужно будет Ан-90. И с той стороны там нужно будет Ан-90. Точнее Ан-10. 90 градусов. Теперь задача какая? Ну, раз у нас впуск теперь полированный, а хочется, чтобы все было красиво под капотом. Мы возвращаемся к чему? Что мешают некоторые, так сказать, провода, которые нужно как-то убрать. Вот. Я планирую их теперь спрятать. Сейчас прикреплю фото, как я хочу это сделать. И будем макетировать. Эту часть я планирую убрать вовсе. Это идет на малый круг термостата. То есть горячая вода попадает в термостат, чтобы он быстрее открывался. Я планирую ее убрать. Вроде как у парней с Калифорнии, с Майами. Эти части, они убирали у себя. Попробую также у себя убрать. Посмотрим, как это будет влиять на охлаждение мотора. Но будет что-то не так, будем возвращать обратно. Вот. На данный момент... На данный момент я буду сейчас вырезать трафарет. Подгонять. Скорее всего, это будет нержавейка. И под эту нержавейку буду делать небольшой такой короб в спину. Увидите. Так. Ну все, установили. Теперь чем? Замеряем ширину нашей крышечки, которая будет здесь. Предполагаю, где-то примерно нужно будет ее сделать. Чтобы закрыть маленько клапана. То есть, делаем где-то примерно 5,5-7. Так, ребят. Короче, чтобы нам сделать по месту эту плашку, нам нужно, я уже вымерил, 6,5 сантиметров. Она должна быть в ширину, которую будет закрывать именно проводку. Но нам нужно еще сделать высоту. Высоту я примерно прикинул там по 4,5 сантиметра высота. Это 9 сантиметров по сторонам. Ну, если брать плоскости, 9 сантиметров плюс 6,5. Это получается 15,5 высота. Ой, высота. Полный, так сказать, полный размер самой детали. Потом мы будем ее на листогибе, конечно, заворачивать. Вот, но по поводу длины. Длина тут, сама длина имеется в виду. Маленько будем ею играть, потому что непонятно, как поведет себя вся эта часть на всей плоскости. Потому что там где-то есть изгибы ровные, где-то будут изгибы под другим углом. В связи с этим возьмем побольше, чтобы можно было где-то загибать. Вот, поехали. Так, размер мы вырезали. 15,5 сантиметров в ширину. Ну, учитывая то, что у нас 4,5, как я и говорил, 4,5 и там 6,5. Сделал 15,5. Сейчас будем прикидывать к машине. То есть, вот сюда. Сейчас будем делать что-то типа вот такого трафарета. Ну что, макет мы бросали. Уже выглядит неплохо. Смотрим. Вот такого плана он будет. Будет такой же полированный. Также будет блестеть. Вот, сейчас я его еще досконально добью. Все изгибы, повороты. И буду потом еще раз примерять. Стас, ну что, подогнали. Примерно подрезали. Это был макет тестовый. Сейчас я по этому макету сделаю еще один. Где будет меньше срезов. Для того, чтобы не загибать. И потом не ошибиться в размерах, когда буду подавать на лазерную резку. Так что, если надо будет кому-то, тоже могу сделать. Так, одолжили усы на коробочку. Как я и говорил, я с того трафарета расчертил. Все аккуратненько. Вот такого плана у меня получилось. Теперь давайте посмотрим, как это смотрится на самой машине. То есть, она будет садиться вот сюда. Конечно, сами провода еще подожмутся. Но сам факт, эта часть у нас будет вот так вот ровненько. Можем прикинуть ее по макету двигательному. Это мы сместим. Где-то примерно вот так вот. Сейчас все посмотрим по краям. Что-то где-то в таких местах мешает. Если то, будем еще подрезать и уменьшать ее. Ну все, ребят. Доделали макет. Полностью отрисовал его по размерам. Завтра отдам ребятам на отрисовку и на лазерную врезку. Как будет готово, я сразу сниму второе видео. Покажу, что как получилось. Ну все, давайте до скорой встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!